Здравствуйте! Вы смотрите интервью по существу. Сегодня у нас в гостях член Совета Федерации, член Комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Галина Николаева. Галина Григорьевна, здравствуйте! Добрый день! Галина Григорьевна, вначале такой вопрос, как обычно в конце года, в начале следующего подводят итоги. Вот как вы можете подвести итоги 2013 года? Итоги года действительно подводят все. Я вот, например, сейчас находясь на региональной неделе, вижу, как подводят муниципалитеты итоги работы за 2013 год и обозначают цели, планы на 2014 год. Точно так же и Государственная Дома, как Нижняя Палата, и Совет Федерации, как Верхняя Палата. По итогам каждой сессии, у нас две сессии в год проходят, и весенний, и осенний, подводят итоги своей работы и действительно рассматривают планы на предстоящий период. Итоги осенней сессии мы подвели в конце декабря месяца прошлого года, а сейчас уже в январе, когда начинали мы сессию Совета Федерации, перед весенней сессией, как всегда, мы рассмотрели наши планы, конечно же, всегда оцениваем ту работу, которую мы проделали в прошлом 2013 году. Но что нужно отметить? Совет Федерации, конечно же, преимущественно свою законодательную инициативу проявляет по вопросам реализации тех программ, планов, приоритетов, обозначенных президентом нашей страны ежегодно в послании к Федеральному собранию. И вот, готовясь к этому году, мы знаем о том, что более 30 законопроектов будут готовиться в весеннюю сессию по реализации тех задач и тех программ, которые обозначил Владимир Владимирович 12 декабря 2013 года на очередном заседании Федерального собрания, где он выступил с посланием. Это будет приоритет. Ну и можно сказать, что и 2012-2013 год мы больше, конечно, работали по реализации социальных проектов. Многие направления деятельности законодательные мы, конечно же, там выделяем. Много есть законопроектов, касающихся бюджета, налогов. Есть вопросы, касающиеся сегодня федеративного устройства, местного самоуправления. Но поскольку я работаю в составе комитета такого очень бюджетного социальной направленности, конечно же, мы больше всего, когда подводим итоги, намечаем задачи, говорим о законодательном обеспечении деятельности наших бюджетных организаций, научных учреждений, образовательных, учреждений культуры и, конечно же, информационной политики. И поскольку я сегодня нахожусь в гостях у нашего национального телевидения, я хотела бы сказать о том, что и вопросы информационной политики, совершенства законодательства, они входят в ведение нашего комитета. 2014 год – это год культуры. Мы знаем о том, что инициатива по проведению года культуры была высказана Валентина Ивановна Матвиенко, нашим председателем Совета Федерации, была поддержана президентом нашей страны. Есть соответствующий указ президента о проведении в Российской Федерации года культуры. И, естественно, в 2014 году большое внимание мы будем уделять разработке законопроектов, принятию нормативных актов, государственной поддержке учреждений культуры и, естественно, деятелей культуры, науки, образования. Поскольку есть у нас указ президента Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2012 года, который является тоже постоянно контролем Совета Федерации, и мы этим занимаемся. На этот год действительно вся законодательная деятельность, конечно же, направлена реализацией тех задач, которые мы обозначили в сфере культуры. Галина Григорьевна, вот Вы уже сказали, что 2014 – это год культуры. Что в этот год предстоит сделать? Наверняка намечены мероприятия какие-то культурные. Но ведь год культуры нужно не только больше проводить, может быть, как-то больше заботиться о тех людях, кто занимается этой культурой, кто-то отвечает за культуру. Конечно же, мы рассчитываем на то, что не только мероприятия наши, скажем, такие большие массы, фестивали, конкурсов будут проходить. Больше, может быть, будет решено сегодня, в этом году, в муниципалитетах, регионах вопросы развития самой сферы культуры. Вот когда мы готовились к плану мероприятий и реализации этих планов в каждом регионе, Совет Федерации направил главам субъектов соответствующее письмо с тем, чтобы предусмотреть и дополнительное увеличение финансирования на сферу культуры и попросить просмотреть всесторонне подготовку к проведению мероприятий в рамках года культуры. И практически, можно сказать, во многих регионах это произошло, а наша Чувашская республика является одним из образцовых в продумывании, в планировании мероприятий. И Кабинет министров у нас план мероприятий по реализации указа президента и празднование года культуры обозначил. Там есть очень серьезные основательные разделы, как укрепление материальной базы учреждений культуры, как это проведение капитального ремонта, поддержка одаренных детей, развитие музейного дела, поддержка библиотек нашей республики. Ну, естественно, вопросы укрепления капитального базы ремонта ведущих учреждений театров, наших концертных организаций. И, конечно же, поддержка самих преподавателей, работников наших учреждений культуры. Более 70 миллионов рублей направлено будет на повышение заработной платы, повышение квалификации работников системы культуры. Это очень здорово. Я считаю, что эта задача, она обозначена Владимиром Владимировичем Путином. И мы это контролируем. И губернаторы, главы регионов постоянно информируют руководство страны по реализации закона. Потому что задачи по повышению заработной платы нашей бюджетной сферы мы должны решать, и отступлений здесь не может быть никаких. Но при всем при этом мы должны сказать, приоритет, конечно же, на контроле государства находится в вопросе повышения зарплаты. Но мы еще должны говорить сегодня о развитии целой системы и образования, и науки, и культуры, и здравоохранения. Мы же знаем, что есть много государственных программ. А тем более бюджет страны мы знаем. Начиная с 2014 года он построен по принципу программного планирования. И у нас в Чувашской республике тоже бюджет принят на 2014 годы, 2015 и 2016 годы тоже по принципу программного обеспечения. К сожалению, конечно, мы констатируем о том, что эти программные обеспечения и бюджет в кое-каких случаях мало, скажем, соответствуют друг другу. И по замечанию и контрольно-счетной палаты, и мы сейчас тоже это контролируем, вопрос. Мы просим, чтобы федеральное министерство соответствовали, планировали, реализовали те государственные программы, которые обозначены. И расходы на реализацию мероприятий соответственно заложены были в федеральном бюджете. Вот при уточнении очередном, я думаю, в течение года мы будем возвращаться к нашему закону о бюджете на 2014 год и 2015-2016 годы неоднократно. И вот эти изъяны, вот эти вопросы, которые имеются, я думаю, надеюсь, будут устранены. И вопросы укрепления материальной базы, развития системы, повышения квалификации работников культуры. Далее, скажем, поддержка одаренных детей и, хочу сказать, поддержка талантливых авторов мы должны, конечно же, реализовать одинаково ответственно с проведением всех массовых мероприятий, которые проводятся в этот год культуры во всех регионах нашей страны. Галина Григорьевна, возвращаясь к вашей работе в Совете Федерации, в конце осени прошлого года в Совете Федерации прошли Дни Чувашии, Дни региона. И они длились там три дня, и на это мероприятие выезжала большая делегация из республики. Вот подведите небольшие итоги этого мероприятия, да, вот к чему они ведут, зачем это надо, вот зачем это надо региону и Совету Федерации? Ну, начнем, наверное, отвечать на этот вопрос с того, что Совет Федерации себя считает палатой регионов. И члены Совета Федерации – это представители всех наших субъектов, наших регионов российских. Поэтому на площадке Совета Федерации, на заседаниях палаты комитетов всегда идет разговор, как развивается сегодня регион, как нам помогает ориентироваться и выполнять текущие задачи социально-экономического развития наша законодательство, как федеральная, так и региональная. Поэтому, выходя на площадки Совета Федерации, каждый субъект, представляя себя, говорит о достигнутых своих результатах, но, естественно, заявляет о необходимости изменения действующего законодательства, изменения нормативных актов для того, чтобы обеспечить государственную поддержку развития своего региона. И разговор бывает очень серьезный, и хочу заметить, и председатель Совета Федерации, и члены Совета Федерации, независимо от того, он представляет, например, регион Дальневосточного, например, Федерального округа, или Центральной части, или Приволжского Федерального округа, как вот, например, мы все, да, тут относимся, все со вниманием относятся к вопросам развития страны. И у меня такое впечатление, что в Совете Федерации собрались люди, которые сегодня по-настоящему представляют, что такое Россия, для чего этот Совет Федерации, он у нас такой есть, в Верхней Палате создан, и у нас там нет дискуссий политета, политических, у нас там есть конкретная ориентация, помогает нам это законодательство решать успешно, добиваться результатов, заботиться о благосостоянии нашего народа, о дальнейшем развитии, или есть какие-то там недостатки, как можно это устранить, и будем работать как раз над этими предложениями. В частности, Чувашская республика все свои проблемы подготовила заранее. был создан так называемый коллектив рабочей группы. Возглавлял эту рабочую группу председатель кабинета министров Иван Борисович Моторин. Я даже тоже в ходе подготовки, поскольку знаю, идет процесс, есть план подготовки, распоряжение председатель Совета Федерации. Смотрела, как исполняются те или иные пункты, надо успевать и вовремя отработать те предложения, которые есть от наших, скажем, органов исполнительной власти. Мы еще представляли те вопросы и интересы, которые есть у наших промышленных предприятий, у агропромышленного комплекса. Поэтому заранее отрабатывались вопросы, изучались обоснованность внесения изменений в законодательство. Государственное правовое управление работало как здесь, в Чувашской республике, так и работало правовое управление Совета Федерации. И все предложения заранее обговаривались с министерствами федеральными для того, чтобы не просто продекларировать, а заранее взвесить, оценить, актуально те предложения, которые регион представляет, в том числе наша Чувашская республика, и как действительно их необходимо реализовать. И нужно сказать, что на наши расширенные комитеты приходят представители федеральных министерств, они участвуют в разговоре, и естественно, потом появляется решение комитета, появляется постановление Совета Федерации. В начальном этапе, когда выступает глава субъектов и руководитель законодательных органов со своими докладами, идет, естественно, представление материалов, есть там и слайдовые, есть еще свои предложения, устно их можно высказать, задают вопросы, некоторые сенаторы активно участвуют, особенно это происходит разговор такой, скажем, всесторонний на заседаниях комитетов, потом принимается проект постановления. И поэтому те постановления, пункты, которые мы обозначили, каждый член Совета Федерации и также представитель это правительство, они по ним дают свою экспертизу, оценку, и в итоге принимается постановление Совета Федерации. У нас такое постановление Совета Федерации есть о государственной поддержке социально-экономического развития Чувашской Республики. В сентябре месяце Федеративный комитет будет информировать о ходе реализации, и сейчас, вот как мы, члены Совета Федерации от Чувашской Республики, я и коллега Лебедев обязаны с нашими органами исполнительной власти работать с федеральными структурами для того, чтобы предложения наши нашли решение. Галина Григорьевна, недавно вы были в прямом эфире на Народном радио, и было много звонков к вам, задавали много вопросов. Я так понимаю, задавали вопросы не только земляки, но и со всей страны. Что люди спрашивали? Что их интересует в Чувашской Республике? Ну, как всегда, кто не был у нас на территории Чувашской Республики, интересуется, а что у вас можно посмотреть, чем вы интересны, какие у вас есть известные люди, которым гордится территория, какие сегодня отрасли, сферы деятельности развиваются, что можно посмотреть, где хорошо отдохнуть можно, ну и в целом, какова экологическая обстановка, какова политическая ситуация, нет ли там, например, каких-то межэтнических проблем. Поэтому мы говорим о том, что мы расположены в очень красивом месте, в центре практически нашей страны, на реке Волга и река Сура. Это очень красочно, экологически чистая территория. Вот я и рассказывала им. Несмотря на то, что территория Чувашской Республики чуть больше 18 тысяч квадратных километров, но здесь живет очень народ трудолюбивый, который любит свою землю и ее бережет, и старается трудиться, как умеет, ну без лишнего, скажем, такого шума. Поэтому, наверное, нам надо больше рассказывать, показывать себя. Этот год культуры, наверное, даст возможность больше россиянам узнать, наверное, и наши культурные традиции, наше народное творчество. Я думаю, что и Министерство культуры, и наши творческие коллективы будут участвовать на различных площадках, в других регионах, будут представлять и свое мастерство, и искусство, и побольше узнают про нашу землю. Но когда они узнали о том, что картофель у нас хорошо возделывается, второй хлеб на территорию Чувашской Республики, москвичи многие пожелали, чтобы вот этот такой чистый продукт, хороший, качественный, был доступен им. Ну, это хорошо, накормим все. Они хотят приехать к нам на отдых, спрашивают, как можно отдохнуть, как можно получить путевку. Некоторые хотят именно по реке Волга приплыть к нам и здесь отдохнуть. Ну, это вообще, если это все случится, то действительно очередное развитие, очередной итог развития и личного доходства. Конечно, потому что, да, это постоянно, в последнее время мы же говорим о том, чтобы инвестиционную привлекательность свою развивать, и туризм местный развивать, туризм сельский, значит, развивать, и этнотуризм. Поэтому, да, да еще мы говорим сегодня о бренде для своих территорий, культурном бренде. Но я, конечно же, рассказала о том, что Чувашия, это у нас сердце по Волжье, что мы жемчужина по Волжье, что мы были самым чистым городом 10 лет тому назад. А, кстати, в конце декабря мы получили еще... Да, в современных условиях по итогам 13-го года город Чебоксара получил второе место в конкурсе на самое благоустроенное городское поселение, с чем я наших горожан и поздравляю, и сама искренне радуюсь. Галина Григорьевна, раз уже заговорили о республике, вы были депутатом Государственного совета от Шумерлинской региональной группы. Не секрет, что сейчас в Шумерли большой комок проблем, там нужно как-то вот все это разрулить. Ваши земляки из Шумерли как-то вот просят вас помочь? Вы как-то пытаетесь что-то там сделать такое? Вообще, как вы относитесь к тому, что сейчас в Шумерли происходит? Да, я хочу сказать, что проблема наших горожан, шумерлинцев, а также жителей района, они мне известны, мы знаем, знают их и глава республики, и другие федеральные, республиканские наши органы. Самое главное ведь не только знать проблемы, надо попытаться их решить. Поэтому вот проблема в том, что большей частью, видимо, предыдущее руководство заявляло и говорило о том, что есть эти проблемы, но вместе с тем плохо решало и эти проблемы. Поэтому самое главное приходящих или там, скажем, нового сети менеджера – это мобилизовать себя на разрешение этих проблем, искать пути их решения. А пути решения моногородов, они обозначены посланием Владимира Владимировича Путина. 15 миллионов жителей нашей страны живут в моногородах, и поэтому же у таких городов, у руководителей городов, депутатского корпуса, главная задача должна быть в том, чтобы искать дополнительные источники своего развития, находить ресурсы для того, чтобы трудоустраивать население, решать проблемы с занятостью, делать привлекательным свой регион, находить пути дальнейшего пополнения источников своего, скажем, доходного источника, находить решение этого вопроса. Мы всегда сейчас говорим только о том, как сложилась ситуация, как много нам надо расходов и на что не хватает. А вот поиск, да, поиск, например, путей решения и пополнения собственной доходной части, вот это должно быть сегодня на первом плане руководства. Но руководство должно, конечно же, получать поддержку населения. Я думаю, население всегда будет поддерживать того руководителя, который будет откровенным, открытым, покажет, расскажет своим отношениям вместе с командой единомышленников, что есть видение решения этих проблем, ну и потом уже в ходе реализации будут люди видеть эти результаты. Я думаю, у города Шумер есть все возможности для дальнейшего развития. Самое главное, чтобы вот кадры, которые приходят на работу в муниципалитет, ответственно занимались решением проблем, жизнеобеспечением своего города или своего городского хозяйства и улучшать, стремились к жизни своих жителей. Ну, надеюсь, что новый сети-менеджер каким-то образом все-таки начнет решать проблемы, которые там скопились. Новый сети-менеджер, кстати, уже на этот раз уже дама, женщина. У женщин наших получается всегда хорошо в деле, в жизни и лучше пожарить картошку, и чистоте содержать свой дом, и налаживать какие-то отношения, уходить от конфликтов. Возможно, у нового руководителя, главы администрации это получится, очень хочется надеяться. Но со своей стороны готова оказать содействие, помочь. И хотела бы попросить, конечно же, и депутатский корпус поддержать все те планы, которые они вместе определяют на перспективу. Спасибо, Галина Григорьевна. Я надеюсь, что действительно все сбудется, и все будет хорошо. Напомню, что сегодня у нас в программе «По существу» была член Совета Федерации, член комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Галина Николаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова